Мы, как говорится, наши тройка злые собаки, мы выходим и доказываем. Мы в этом названии слышим только док. Спасибо. Привет! К этому мы еще вернемся, а пока о заокеанских событиях. Галкипер Алексей Мельничук покидает систему Сан-Хосе и переезжает во Флориду. Алексею нужно очень сильно постараться, чтобы проявить себя. Контракт заканчивается. Московская Динамо уступила ЦСКА и там счет в серии 0-3 рассказывать не о чем. А вот Салават Юлаев не подражаем в серии против Трактора. Фаворит уступает. Серия между Трактором и Салаватом Юлаевым очень сильно напоминает противостояние между Динамо и Северсталью, но с небольшими уточнениями. Челябинцы тоже сильнее соперника. Но при этом получают мощный уровень сопротивления. Отличие от западной серии в том, что хоккеисты из Башкирии вообще ничего не боятся. Это хоккеисты Северстали дрогнули, выиграв два матча, а у команды Томи Лямся и в мыслях нет сдаваться. Наоборот, они еще быстрее бегут. А некоторые хоккеисты готовы оторвать головы челябинцам, если будет повод. К такой агрессии фаворит не готов. Но если московские хоккеисты уже видели себя во втором раунде, то хоккеисты Трактора относятся к сопернику серьезно. Только все равно ничего не получается. Иногда выпадают некоторые игроки, что становятся катастрофой. В первом матче потерялись легионеры. На этот раз Анвара Гатятульна подвела тройка Ткачева, где выступает Виталий Кравцов. Много потерь, слишком медленные при принятии решений. Это звено пропустило две шайбы и откровенно выпадало. При этом игровое время им не сокращали. Но нельзя обвинять челябинцев в том, что они подходят расхлябанно к матчам. Смотрится неплохо, только этого мало, а соперник не дает перевести дух. Когда мы рассуждали о сценарии противостояния в этой серии, то склонялись к тому, что главный козырь уфимского клуба скорость и агрессия. Но ведь невозможно выиграть только за счет эмоций. Видим, что пока и этого достаточно. Счет в серии в пользу Салавата Юлаева и теперь Трактору надо что-то брать от соперника. Быть заряженными, носиться, кусаться, цепляться. А смогут ли они? Прошли первые матчи плей-офф МХЛ. Стальные Лисы неожиданно уступили Омским Ястребам 0-1. А Чайка разнесла Ирбис 6-3. Сегодня сразу четыре игры. Подключается Запад. Егор Коржков меняет уже третью команду в МХЛ. Сначала он был в Торонто, затем его обменяли в Каролину, а теперь он игрок Флориды, как и Алексей Мельничук. А еще одна сделка с российским хоккеистом под вопросом. К вечеру будет решена судьба нападающего Евгения Додонова. В последний день дидлайна его хотели обменять из Вегаса в Анахаем, но к утру вторника сделка не была зарегистрирована. Хоккеист отказывается переезжать в Калифорнию, и если проанализировать все сообщения, то он прав. Дело в том, что после обмена из Оттавы в Вегас новый клуб должен был брать на себя и дополнительное соглашение, а в нем было сказано, что хоккеист имеет право сформировать список из 10 клубов, куда он не хотел бы уезжать. Вегас считает, что раз список не подан вовремя, то они имеют право поступать, как им вздумаются. Сторона Додонова говорит, что делала все правильно, а вина на стороне клуба. Если бы кто-то однозначно обманывал, то в НХЛ бы быстро разобрались с ситуацией, но пока не все так очевидно. Формально Евгений игрок Вегаса. Почему же рыцари захотели обменять хоккеиста? Нельзя сказать, что у Додонова был ровный сезон. Если брать чистую статистику, тогда у него гораздо лучше, чем в Оттаве. Додонов забросил 15 шайб и сделал 12 передач. Нападающий, правда, пока и близко не подходит к своим показателям во Флориде, но сравнивать чистые цифры будет неправильно. Например, в Канаде Додонов думал не о хоккее, так как в ковидный сезон был разлучен с семьей. Сейчас таких проблем нет, но новый стиль, новые партнеры не дают возможности показать свой максимум. Однако обмен Евгения – это не про хоккей, а про бизнес. А на Хайму надо было скинуть контракт Кеслера, не играющего почти 3 года. Вегас думает о платежке на следующий сезон. Додонов – нормальный актив, но о хоккее в этом случае думают во вторую очередь. Говорят, что вся ситуация может завершиться совсем неприятно для игрока. Додонов получит на руки деньги, но больше не сыграет за Вегас. Отдыхать, начиная с 22 марта, не лучший вариант. В высшей хоккейной лиге освободилось место тренера в Альметьевске. Ильнур Гизадуллин покидает клуб. С сезона 17-18 ему так и не удалось выиграть кубок, хотя все условия были. И последний нападающий Владислав Наместников меняет пятый клуб за 3 года. Накануне он перешел из Детройта в Даллас. Красным крыльям дали выбор в четвертом раунде. Это знаете, когда даришь котенка, то в ответ нужно дать какую-нибудь монетку. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»